Губернатор Игорь Руденя посетил Киморский район. Рабочая поездка выдалась по-настоящему насыщенной. Глава региона проверил ход работ по благоустройству набережной, посетил Киморскую центральную районную больницу, а также высадил саженцы яблони, тем самым заложив сад памяти погибшим во время Великой Отечественной войны. Об этом и не только в материале Никиты Васильева. Рабочая поездка главы региона Игоря Руденя в Киморский район по традиции началась с церемония возложения цветов. Губернатор вместе с членом Совета Федерации Российской Федерации Тверской области Андреем Епишиным, депутатами областного парламента, руководителем регионального штаба акции «Мы вместе» Юлией Сарановой почтил память защитников Родины возле памятника обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. После этого высокие гости отправились в Киморскую центральную районную больницу. Сегодня в ее состав входит круглосуточный стационар по 13 профилям. Имеется клиника-диагностическая лаборатория, отделение скорой неотложной помощи и амбулаторно-поликлиническая служба. В ближайшее время планируется строительство двух новых детских поликлиник. Объекты включены в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Участок под строительство одной детской поликлиники выбран на улице Южная площадь. Вторую предполагается построить рядом с центральной районной больницей, что позволит создать полноценный больничный городок. Мы сейчас располагаемся, по сути, в приспособленных помещениях. Конечно, нам строится новых поликлиник, оно жизненно необходимо. Детей много, город и район большие. Помощь нужно оказывать качественно, своевременно, ну и в полном объеме, в котором это требуется по современным нормам. Еще одним объектом социальной сферы, который посетил губернатор, стала средняя школа номер 16 на улице Шевченко. Сейчас здесь обучается 324 школьника. Работают 19 постоянных сотрудников. Здание 1939 года постройки. Оно давно нуждается в капитальном ремонте. Персонал, рассказывает директор школы, старается своими силами заниматься ремонтом, но этого, конечно, недостаточно. Протечка крыши в многочисленных местах и неустойчивый фундамент, который стоит практически на земле, Конечно, все ремонт внутренний сводит на нет, потому что мы много трудимся внутри, здание поддерживаем много лет. Несмотря на все усилия, конечно, ждем капитальный ремонт и очень его хотим. После осмотра здания школы Игорь Руденя поручил подготовить предложение по строительству нового здания и учреждения. Понятно, что для этого требуется определенное количество времени. А вот в одной из старейших школ Киморского района, Ильинской, спортивный зал отремонтируют уже в этом году. Работы будут проведены в рамках реализации в Тверской области программы по улучшению условий для занятий спортом в школах, расположенных в сельской местности и в малых городах. Также Игорь Руденя поручил оснастить спортивный зал новым инвентарем, в том числе для ребят, занимающихся в созданном при школе борцовском клубе. Неизменным атрибутом рабочих поездок главы региона в муниципалитет является встреча с общественностью. Игорь Руденя подчеркнул, сегодня работа областного правительства нацелена на решение задач, поставленных президентом страны в здравоохранении, образовании, демографии и семейной политике, в экономике и развитии инфраструктуры. В свою очередь, жители Кимор и Киморского района при общении с главой региона обратили внимание на ряд вопросов, требующих решений. На встрече прозвучало обращение о необходимости строительства в районе нового детского сада. Губернатор поручил Министерству образованию региона рассмотреть такую возможность. Кроме того, Игорь Руденя сообщил о скором начале строительства бассейна в Кимрах. Задать свои вопросы главе региона была возможность и у коллектива Кимрского завода теплового оборудования. В прошлом году предприятие расширило производство. В декабре 2020-го на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области инвестиционному проекту был присвоен статус приоритетного. Естественно, это дает ускорение процесса роста предприятия, роста доходов работников предприятия. Также глава региона принял участие в закладке сада памяти в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Губернатор вместе со школьниками и юноармейцами высадили 30 саженцев яблонь в сквере у Савеловского завода. Свой вклад внесли также волонтеры, руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова. Кроме того, губернатор осмотрел ход работ по благоустройству коммунистической набережной, посетил здание будущего киморского филиала ГАУ МФЦ. За кадром у нас, конечно, остались вопросы сельского хозяйства, которые обсуждались. В этом, наверное, проекте, который мы сегодня обсуждали, развитие киморской агломерации и общественный транспорт, который начнет работать с июля месяца. Ремонт дорог, который идет сейчас между двумя городами, это Твери и Кимры, которые подходят к завершению в этом году. Все это дает возможности развиваться муниципальному образованию. Завершился рабочий визит главы региона в Киморский район посещением культурно-досугового центра Маловасилевского сельского поселения. Игорь Руденя отметил необходимость благоустройства территорий возле учреждения. В частности, следует обновить плитку у памятника солдату, установленного возле КДЦ. Губернатор также поручил закупить новые кресла, зрительный зал и современное звуковое оборудование.